Молодец, какой молодец. Еще открой сильно. Врачам-стоматологам во время работы с детьми необходимы дополнительные навыки психолога. Важно избавить ребенка от страха, знать, что сказать и как успокоить. Молодой специалист Сюзанна Бестаева прекрасно справляется с поставленной задачей. Маленький пациент спокойно сидит и слушает все необходимые команды врача. Вообще по стандартам детская больница должна быть отдельно, то есть поликлиника. Но так как у нас этого нет, и будучи уже мамой двоих детей, я даже не представляю, вот если ребенок обращается с болью, как мы можем ему отказать? Никак. Конечно, мы ведем прием как детских, так и взрослых. С детьми, конечно, сложнее. Честно говоря, если ты сидишь на постоянном приеме детского врача, это очень сложно. Но как-то наш главврач, наш заведующий нам сделали такие уступки, что каждый день бывает дежурный врач, и мы помогаем друг другу в этом. То есть, если один не успевает, другой берет пациента. Поэтому мы как-то справляемся все. Сложно звучать с детьми, но без них никак. И я уверена, что ни один врач не откажет в детском приеме ни одному ребенку. Терапевт-ортодон Сюзанна Бестаева в стоматологической поликлинике работает 8 лет. Для врача стаж небольшой. Однако, благодаря профессионализму и любви к своей профессии, Бестаева является одной из самых востребованных стоматологов. Бывают и простые случаи, и весьма сложные, говорит Бестаева. Однако, о выбранной профессии никогда не жалела. Когда я поступала, родители очень просили меня идти на лечебный. Но как-то изнутри, с детства заладилось. То есть, будучи еще маленьким ребенком, когда я обращалась к стоматологам, Всегда говорила, мама, ты, пожалуйста, постой за дверью, я сама зайду. То есть, я никогда не боялась. Я не знаю, с чем это у меня было связано. Но у меня была такая особая любовь к этой профессии. Поэтому я даже не задумывалась о том, кем я стану. То есть, я точно знала, что я буду стоматологом. И вот, по истечении столького времени, уже вот седьмой год я работаю, Я не представляю себя в другой профессии. Поэтому я очень рада, что выбрала эту профессию. Сегодня стоматология – это высокотехнологичная отрасль с широчайшим разнообразием технологий, материалов и оборудования. Несмотря на это, у многих она до сих пор вызывает учащенное сердцебиение и дрожь в коленках. Настолько продвинута стоматология, что и обезболивание, и все манипуляции делаются достаточно легко. Объем работы уже не такой, как раньше. То есть, не надо бояться, надо приходить на профилактические осмотры. Я бы очень хотела, надеюсь, это призыв, чтобы в школах, в детских садах проводили вот эти профилактические приемы. И детям обязательно лечили молочные зубы. И так как это уже потом идет итог к тому, что могут повредиться постоянные зубы. Уровень стоматологии в Южной Осетии главный врач поликлиники Виталий Плеев считает достаточно высоким. В республике работают подготовленные специалисты, получившие образование в лучших вузах России. Начиная с первого этапа, то есть вот с рентгена, как началось, так, вплоть до полной санации рта. Не то, что пациент мне говорит, мне вот это надо сделать, мне вот это надо сделать, мне вот это надо сделать. Стоять. Мы делаем так, чтобы было все досконально сделано. Нравится вам это, не нравится, но полная санация. А потом, потом. Вы можете обращаться кому угодно и куда угодно. Но принцип такой. Вы пришли с одним, потом вас проверяют, вас предупреждают, что надо сделать вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Когда вы все сделаете, ваше здоровье – это то, чего мы добиваемся, чтобы у вас было здоровье. Все, больше нам ничего не надо. Здесь пациенты могут получить широкий спектр услуг – от обычного удаления до реставрации зубов самыми современными способами. Однако проблематичным вопросом остается ортодонтия. Очень большие проблемы у меня, кстати говоря, с ортодонтическим кабинетом. Это вот, чтобы легче было понятно, это брекетная система для детей. Только в прошлом году я 83 человека отправил во Владикавказ. Многие здесь делают, то есть у участников работают ортодонты. Но, к сожалению, у нас в полигнинике нет этих штатов, и мы не можем платно это делать. Поэтому, а так, я знаю 5-6 великолепных девочек, наших девочек, местных девчонок, которые закончили ортодонты, от бога ортодонты. Но, к сожалению, я не могу им предоставить место из-за того, что у меня нет номинально этих ставок. Этот вопрос будет решен, и довольно-таки в скором времени. Не менее проблемным долгие годы остаётся и вопрос открытия детской стоматологии. В остальном в поликлинике оказывается квалифицированная медицинская помощь, терапевтическая, хирургическая. Успешно занимаются и имплантологией. Стелла Бязарова, Заура Стаева, Оксана Татаева. Информационный выпуск сегодня.